Рапла Так как проживает в нем всего лишь около 5000 человек, а весь город от одного края до другого можно пройти всего за час. Историческое название города Раппель, и упоминается он впервые в 1241 году, как деревня, в которой жило от силы полсотни человек. Как город Рапла стал развиваться только в конце 19 века, когда здесь стали селиться купцы и дворяне. Тогда здесь стали строиться аптека, школа, больница, а к 1900 году у Рапла была наконец проложена железная дорога, по которой формально мы и добрались до туда. Что ж, вот у нас Рапла, и здесь же мы видим опять красивый деревянный вокзал, хотя вокзал и красивый, тут вставили уродливые двери и пластиковые окна, а внутри все очень скромно, но зато самое главное есть. Вот, например, информационное табло. И да, я напомню, что в такие исторические дома ставить металлические двери и пластиковые окна, это на самом деле варварство, ибо это портит всю историчность здания. А вот что очень тут здорово, это такая замечательная велопарковка с крышей, что, кстати, редко для столицы из Тони Таллина и часто для таких маленьких городов. Кроме того, такую тенденцию я заметил. Одобряю. Чем мне уже нравится Рапла, здесь на знак пешеходного перехода не стали ставить эти светоотражающие ободки, которые любят ставить у нас в маленьких городках. И вместо них правильно освещенный пешеходный переход. И обратите внимание, что даже на такой узкой дороге поставили островок безопасности. А здесь у нас круговой перекресток, и в отличие от аналогичного в Керло, здесь есть возможность перейти по всей окружности. Ну и здесь мы уже опять же можем увидеть типичный для Эстонии частный сектор с невысокими заборчиками, ухоженным внутренним двориком. Я думаю, не буду это как-то много комментировать, на протяжении всех моих видео видели примерно одинаковую картину по всей Эстонии. Как и в большинстве городов Эстонии, в Рапла имеется ухоженный частный сектор, хоть и на мой вкус немного беднее, чем то, что мы видели в Керло. Однако тенденция сохраняется и здесь, что говорит о том, что эстонцы в любом уголке Эстонии стараются держать свой частный дом в красивом виде, не ударяясь в колхоз. Ну и куда же в Эстонии без зеленой энергии? Например, в этом случае крыша дома полностью увешана солнечными панелями. О, а еще там, походу, стоит только сваги-жук. Прикольно. А это у нас, в пример, типичные в Рапла-остановки. И стоит заметить, что практически все они выполнены в примерно одинаковом стиле, то есть с этими разноцветными деревяшками. Такой дешевый способ показать идентичность города. Ну а чисто в функциональном плане здесь есть расписание и название остановки. Вообще, это общеизвестный факт, что остановки общественного транспорта – это в первую очередь его лицо. И, по сути, первое, с чем знакомится гость города – желая сесть на условный автобус. Правильный подход к дизайну остановочного павильона – это один из факторов привлекательности общественного транспорта. В случае с Рапла город не такой большой, чтобы общественный транспорт имел здесь хоть какое-то решающее значение. Но при этом они все же сумели соблюсти единый дизайн для всех остановок. В основном по городу ездят небольшие микроавтобусы, но есть и классические автобусы. Если вы спросите, как не должна проектироваться транспортная система города, то Рапла – достаточно подходящий пример, потому что это автовокзал. И этот автовокзал находится на самой окраине города. Там он дальше лес уже идет. Железнодорожный вокзал. Рапла находится на другой окраине города. Конечно, это неудобно. И кто-то думался построить два разных вокзала в разных концах города, не обеспечив при этом удобным сообщением. Такой человек должен достоиться явно какой-то особой премии. Конечно, в Тальнишде и автовокзалы тоже находятся не близко. Но не на двух противоположных концах города же. Ну и куда же без примеров реновации. Многоквартирного советского жилья в Эстонии. В данном случае мы видим красивую серую трехэтажку. У которой даже умудрились поставить, хоть и не совсем удобные, но все-таки места для хранения велосипедов. И даже предусмотрели ливнестоки, которые воду сразу отводят в почву, а не создавая лужи под местом стока, что достаточно быстро приводит к разрушению камня. Ну и вот для примера, дом раньше выглядел вот так. Утеплили не очень красивым образом только торцы дома, обделав их профлистом. Реновация в городе, как вы уже, наверное, заметили, имеет место быть. И своей спецификой она мало чем отличается от аналогичной в других городах Эстонии. Вообще, реновированные дома в разных городах я показываю еще и для того, чтобы продемонстрировать тот факт, что далеко не только квартирные товарищества в столице могут себе подводить полную реновацию своего жилья. Развенчивая тем самым миф о богатом Таллине и нищем всем, что за его пределами. Ну а вот вам пример прям суперудачной реновации, где дом покрыли достаточно качественным сайдингом, оборудовали более-менее такой грамотный подъезд, а трава здесь подстригается товариществом и даже высадили небольшие деревья для красоты. Да, если вы на моем канале новичок, то будет ли реновирован дом или нет, решают только жильцы дома, которые объединены в корт-рюхисту или же на русском квартирное товарищество, которое возглавляется избранным председателем. В России есть близкий аналог, это ТСЖ, юридически выполняет те же самые функции, но на практике ТСЖ никак не работает, потому что у многих там зона комфорта заканчивается квартирой, а на дом уже как-то забить можно. В Эстонии это в большинстве случаев так не работает, у эстонцев их зона комфорта распространяется на весь дом и даже на двор, поэтому здесь берут кредит или ходатайствуют о пособии и ремонтируют фасады и коммуникации. По итогу получаются вот такие конфетки, которые уже называют смартовки, по аналогии со сталинками, хрущевками или брежневками. В России вот есть, например, путинки. Здесь у нас так и вообще практически все дома реновированы, с заключением вот этой четырехэтажки. Однако минус таких дворов в том, что тут оставляют запаркованное пространство. И вы посмотрите, даже есть малый бизнес в виде парикмахерской. Ну и я думаю, практически в каждом советском дворе есть такие вешалки для сушки белья. У нас они используются все реже, и от них потихоньку избавляются, а тут еще остались. И по классике здесь все так же стараются использовать безрамочное стекление балконов, потому что, я напомню, балконы не являются собственностью жильцов. И планы по стеклению балконов должны решаться на уровне товарищества или спрашивая у муниципальных служб. А это уже на самой окраине Кердла получается более современный коттеджный поселок с просто гигантскими размерами участков. Ну и опять же можете сами видеть все достаточно культурно, чисто и аккуратно. Одной из главных достопримечательностей города можно по праву назвать удивительный образец модернизма 70-х годов. Бывшее здание строительных контор эстонских колхозов. Строительство Охта-центра было завершено в 1977 году под руководством архитектора Томаса Рейна для строительной конторы колхозов Рапла. Эти конторы были сформированы в конце 50-х, чтобы обслуживать потребности колхозов в строительных работах в пределах одного района. Для Рапловской конторы решили построить здание исключительной архитектуры в виде восьмигранной пирамиды, хотя в народе это здание называют больше домом НЛО. Да, конечно, состояние немножко удручающее. Плитка практически везде отклеилась. Пол тут не убирают. Ножками сметают. Ну да, единственный вариант. Ну и асфальтовое покрытие, видимо, тоже не обновляли еще с советского времени. Причем, да, территорию тут не убирают от слова совсем. Однако на обратной стороне участок подстригают. И видно, что здесь более-менее ухаживают. Возможно, эта территория принадлежит городу. В 2015 году здание было взято под охрану государства в качестве памятника старины. Однако сегодня оно законсервировано и никак не используется, поскольку владелец этого дома, к сожалению, просто не знает, что с ним делать. Видно, что наверху что-то вроде актового зала. Но здесь, по идее, должен был быть вестибюль. Не знаю, на камере будет это видно или нет, но походу, да, тут кто-то решал задачку по физике. Нет, по математике. По физике. По геометрии. Куда? Площадь. Вот это у него, короче. Трапеция. Это не трапеция. Не трапеция. Сука. Параллелограмм. А-а-а. Ну ладно, пускай так. Хотя внутри какой-то движ, по идее, происходит. Крайне мере, там не так засорено. И это на самом деле проблема, когда какой-то памятник архитектуры находится в руках частного лица, которое забило болт просто на развитие потенциала своего имущества. Да, к великому изумлению либертарианцев такого рода имущество в частных руках не всегда хорошо. С похожим примером мы сталкивались уже, говоря о водонапорной башне в Кохтлоярве. Только здесь, насколько мне известно, даже планов по реконструкции не имеется. Статус культурного наследия также налагает определенные ограничения в путях реконструкции. Поскольку в таком случае нужно сохранить исторический облик здания, на что участника также может не хватать денег. Поэтому пока что наслаждаться видами этого центра можно только с улицы. Деревянный дом, который был построен в 1915 году. То есть этому дому более 100 лет. И это, к слову, о мифе про плохую сохранность деревянных домов. Однако можно было бы, конечно, обойтись без пластиковых окон. И вот мы с вами вышли на главную улицу Рапла, Тальна-Манте. И да, вот так выглядит главная улица в этом маленьком городке. По обе стороны тут красивая деревянная и не очень застройка. Пешеходные переходы встречаются как со стропками безопасности, так и без них. И, к слову, достаточно оживленный автомобиль поток. Вот он. Кстати, дом 1922 года. Здесь на многих домах пишут год постройки. Что можно, наверное, считать некой традицией. Но как бы то ни было, смотрится это достаточно приятно. За исключением, опять же, темы, что, смотрю, в Рапла любят ставить металлические двери и пластиковые окна в здания, которые для этого не приспособлены в принципе. И мы с вами выходим на полностью обновленную центральную площадь Рапла. Главной ее особенностью можно назвать в первую очередь рельефность. Здесь много холмиков. И такой необычный фонтан. И есть даже такие штуки, не знаю, как они называются, но на них играют, как на барабанах. Кто это даже знал? Потому что у меня дома такая была. А здесь у нас неплохой пример обновления общественного пространства. Так как, можно заметить, как это кирпичное здание плавно перетекает в... Причем гармонично перетекает в это черное с красивыми просто красными окнами и дверью. И здесь же у нас баннер с изображением местных природных красот. В данном случае болото. И здесь даже есть табличка встроенная, которая говорит о том, что эта площадь тоже является частью того самого масштабного проекта по реконструкции общественных пространств в Эстонии. Хорошее общественное пространство в честь столетия республики. То даже значок столетия есть. И закончено это все в 2018 году. Рапла Кески Виалек. Центральная площадь Рапла. Целый вазон для одного дуванчика. Шикарный черный цвет. И даже присмотрели небольшое место для отдыха на свежем воздухе. Какие-то очень странные сидения с подлокотниками только на одной стороне. Причем они все такие здесь. Давай, Вау, в твоей теории, почему здесь только один подлокотник? Управляемся в прошлое. Ну, короче, здесь вот можно если посмотреть, можно представить, как будто это была сложная скамейка, но ее разъединили. Но тогда моя теория не подтверждает то, что тут их несчетное количество и вот там не комплект. Ага. Ну, либо один лишний вообще. Ну, короче, просто абстракционизм. А мне кажется, что евродотации не хватило. Ну, и финалочка про эту площадь это то, что здесь есть питьевой кранчик. Продемонстрирую его работу. Кранчик работает. А вот, кстати, то кирпичное здание, о котором мы говорили раньше вблизи. И это Рапла Культур Кэшкус. Рапловский культурный центр. И здесь очень странный чувак с четырьмя лицами с башкой в форме груши. Здесь есть какое-то пояснение? Рапла Линопея. А, это Рапловский мэр. Что? Ну, Линопея это, типа, мэр. Глава, да. Глава города. Он что-то крутит. Можно еще подумать, что Рапловская городская голова. Может быть, кстати. Да, прикольно. Вообще, это чудо было подарено городу в 93-м году членами Рейлистской партии, ныне не существующей уже. И называется оно именно голова Рапла. Для нее даже отдельная традиция сформировалась. Весной эту голову обязан вымыть до блеска представитель местной власти, что сопровождается также городским праздником. И здесь у нас также есть пример новой автобусной остановки. Выглядит она конечно бедненько. Даже не избавились от проплиста на крыше. И так вот она выглядит уже в действии, скажем так. Как видите, людей тут много. Люди есть. Не надо писать, что где люди. Афганистская бедненько не следует... Афганистская бедненько на его гербе до объединения его и муниципалитета 2003 году что же в этом каменном мосту такого особенного хотя бы то что он был воздвигнут в конце 19 века и исправно служит до сих пор являясь одним из последних примеров плетниковых мостов в эстонии правда сегодня этот мост служит только для автомобилей поэтому по обе стороны от него возвели уже современные пешеходные мосты ранее через вигало стояло несколько деревянных мостов которые построили специально для удобного прохода людей к раповскому церковному приходу появившемуся здесь в конце тринадцатого века ранее здесь находилась деревянная церковь с каменной часовни однако увелившиеся число прихожан стало проблемой и тут церковь пришлось нести 1901 году здесь была построена новая церковь в неу романском стиле по проекту балтийско-немецкого архитектора рудольфа фон энгельхарта церковь марии магдалины это уникальное для эстонии строение поскольку на всю страну только две церкви имеют две башни 2 это церковь карли которая находится в таллине вот каким должен быть вход в правильный храм с правильным пандусом и стоянками для велосипедов ну что ж литранской церкви достаточно богато украшено на самом деле так радует что автоматом здесь играет орган здесь даже есть несколько именных табличек известных органистов рабовских профессор хуго лепнурм и хелилуя энд вирк уникальность церкви также состоит еще и в том что это на самом деле весьма не маленькое сооружение которое ожидаешь увидеть в каком-нибудь соответствующем городе но нет эта церковь может спокойно вместить себя почти половину всего города до трех тысяч человек во дворе церкви также находится монумент героям освободительной войны а еще во дворе церкви этому профессору хуго лепнурму до поставили такую замечательную деревянную скамейку а вот так и выглядит раповская гимназия покажу потом основной фасад но мне интересно какую тут сделали пристройку черную и современную с велопарковками такой вот тут внутри класс кстати с огромными окнами с обзором на улицу судя почему это кабинет химии крайне раковины основном в кабинетах химии и физики ставят как думаете хотя может быть это даже не класс это просто вестибюль потому что там вон лестницы выходит наверх а парты наверное просто так поставили не знаю может и библиотека там дальше книги наверное библиотека там дальше там вон еще кто-то сидит может быть и комната отдыха ну и вот так вот выглядит основной фасад все я его показал моя душа чиста на брелине такой простенький амфитеатр который хоть и простенький но выглядит очень эстетично и самое главное опять же нести себе да это то что это сцена сделана опять-таки в честь столетия эстонской республики девятнадцатом году кстати почти ровно год назад сделана она в 0 8 6 при детальном рассмотрении рапло оказывается довольно интересным городом которым есть место необычным для маленького города архитектурным памятником однако стеклопакеты на исторических домах и эти нелепые алюминиевые двери слегка портят впечатление городе и от этого нужно избавляться приближая исторические дома в городе к их более первоначальному виду спасибо за просмотр оценивайте видео подписывайтесь на канал на все мои соцсети которые вы можете найти в описании под видео всем хорошего настроения всем удачи всем пока